привет друзья сегодня работаем с профильной трубой 20 на 20 миллиметров у меня это остатки от других проектов и сегодня пускаем ее в дело самоделка будет у нас мега полезная и решает глобальную проблему если точно то даже целых три так как сделано будет своими руками для начала надо торцануть всю профильную трубу заряжаем болгарку и в стороне держим пачку дисков так как резки металла тут очень много кстати какой стороной надо устанавливать диск пишите в комментах давайте пообсуждаем кидаю на стол пару магнитных уголков они будут служить как держатели трубы делаю разметку у края и торцую всю трубу с двух сторон напиливаю первые заготовки для начала это четыре штуки по 86 сантиметров размеры у меня индивидуальные но если захотите повторить думаю легко поймете от чего отталкиваться вторые заготовки в количестве 6 штук у нас будут по 61 сантиму а затем подходят и третьи заготовки это три штуки по 70 сантиметров далее меняю отрезной диск на шлифовальный это происходит моментально быстро благодаря бесключевой гайки fix-tech да и вообще подбирая себе болгарку друзья всегда берите с регулятором оборотов это круто выручает при шлифовке деталей в руках у меня ушм к аег на 1300 ватт для комфортной работы ушм имеет двухпозиционную рукоятку с виброзащитой длинный кабель в 4 метра с двойной изоляцией позволяет безопасно работать и передвигаться вокруг всего верстака удобный фиксатор кожуха позволяет моментально менять положение эту ушм ку покупал на всех инструментах и ссылку оставлю в описании убрав все заусенцы ползем под стол и готовим сварку сначала пробую ток на обрезках профтрубы если чувствую что прожигаю то делаем ток поменьше и затем раскладываю на столе первые заготовки фиксирую магнитными уголками и прихватываю на точки убедившись что диагонали совпали провариваю швы далее идут четыре вертикальные стойки и три перемычки также сначала все на точке проверяю размеры а затем провариваю наглухо прям реально наглухо со всех сторон и даже пару раз сверху шва шутка конечно но тут важна надежность после сварки в руки беру болгарку и зачищаю шлифовальным кругом все сварочные швы сверлю заранее отверстия для будущего крепежа и произвожу покраску эмалью по ржавчине три в одном пока каркас подсыхает перехожу на верстак и кидаю на сток кусок фанеры делаю разметку и провожу линии углы сразу также расчертил и закруглил а потом все лишнее обрезаю берем в руки фрезер и снимаю фаску и вот у нас основа готова осталось обработать маслом масло у меня для террасы и садовой мебели и покрываю стол через 10 минут тряпочкой убираю излишки в нижней часть металлокаркаса добавил заглушки и теперь можно собирать в единую конструкцию за кадром кстати я еще сзади приварил два укоса с виду скажете сделал обычный стол но нет друзья тут надо мыслить намного глубже затаскиваем эту махину в дом а именно в постирочную и это тумба накрывает стиральную машину а сверху пойдет уже сушильная попрыгав в интернете переходник для установки самый простой самый дешманский стоит от 10 тысяч рублей а этот стол не вышел практически бесплатно металл был фанеры остатки ну ладно в магаз сгонял купил 8 заглушек по 10 рублей но результатом я очень доволен а еще больше довольно супруга так что вот такая друзья самоделочка решаем проблему экономим место и экономим бюджет так что берите на вооружение поставьте лайк и напишите коммент а также подписывайтесь на канал всем удачи всем пока пока удачи всем пока